Пифагорейство правое и левое Дон Мигель Серано был чилийцем и нацистом. Чилийцем по национальности и нацистом по убеждениям. Здесь необходимо пояснить, что далеко не все чилийцы являются нацистами. И вовсе не каждый нацист родился в Чили. У самого Дона Мигеля было сложное отношение к этому вопросу. С одной стороны, родину Дон Мигель любил, особенно свое поместье в предгорьях Ант. С другой стороны, Гитлер был австрийцем, практически немцем. Все остальные персоны, которых Серано боготворил, также говорили на немецком, изредка на английском. Родной испанский, французский и иные языки не очень подходили для образа великого арийского сверхчеловека. А некоторые, например, евреи, просто противоречили ему. Дополнительную сложность создавал тот факт, что во всей не слишком долгой истории Чили обвинить евреев в какой-нибудь гадости не было никакой возможности. Из этой лингвистической путаницы Дон Серано попытался выбраться следующим образом. Вся человеческая история – ложь чистой воды. Ее придумали жиды, попы и коммунисты. Изначально миром правили арии, которые жили на полюсах в Арктике и в Антарктиде. Там было тепло, росли пальмы и кокосы падали прямо в рот. Между полюсами бегало всякое зверье, которое и шачало на ариев, но и не пищало. Потом в землю врезался огромный метеорит. Полюса поменялись местами, резко похолодало и арии пошли вниз. В народ. Народ встретил их без восторга. Началась страшная резня, которая на самом деле продолжается до сих пор в основном в умах. Поэтому Адольф поступил мудро, проиграв войну, сел в летающую тарелку и улетел на Венеру. Где реинкарнировал в Вишну, чтобы подготовиться как следует к последней и решительной схватке. Дон Мигель так увлекся, что однажды опубликовал чертежи межзвездных кораблей, на которых вернутся победоносные Зигфриды и Брунсгильды. Говорят, эти рисунки внимательно изучали в нас. На 101 году гитлеровской эры, Сирано жил по собственному сочиненному календарю, который начинался с года рождения Адольфа. Дон Мигель понял, что умирает. Смерть не страшила его. Он верил, что его судьба верна часовому механизму. Сначала вправо, затем влево и так по вечному кругу, подобно перевернутой свастике. Умирающий собрал у постели домочадцев и объявил, что все свое имущество, поместье, луга, поля, рудники, фабрики, заводы и пароходы он передает в дар антарктической арийской партии ААП, которую отныне возглавит ближайший ученик, друг, надежный комрад и истинный ариец Иоганн Браушевиц, уроженец Карлсруэ, не так давно перебравшийся на постоянное жительство в Чили. Друг и ученик всплакнул и торжественно обещал нести высокое знамя нацизма без устали и печали. И вот ведь какая незадача! Через полгода пиночетовская охранка выяснила, что под именем выходца из Германии Иоганна Браушевиц соскрывался глубоко законспирированный агент Моссад Аарон Левинский. Но было уже поздно. Денежки-то... Тю-тю... Тю-тю...